Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске Народная медицина в Западной Армении. Мараш. Куманитарная инициатива Аврора выделит 500 тысяч долларов на проекты в Арцахе. Жители Соса крепко привязаны к родному краю и продолжают его улучшать. Мусадаг – дома и архитектура. Сильные морозы в Западной Армении парализовали нормальную жизнь. Выставка «Другой Константинополь» открылась в музее Арагюлья в Константинопле. Армянские буквы на самой большой фреске в мире – хожек-сериканян. В 19-20 веках климатические условия Мараша в Западной Армении целебный воздух, богатая водой природа, обилие и чистота пищи благотворно сказывались на здоровье местного населения. Однако исходные ситуации с водой и отсутствие профилактических мероприятий, особенно отсутствие чистоты, являются причиной быстрого распространения инфекционных заболеваний в городе. Болезни, передающиеся через воду, особенно разрушительны и уносят множество жизней. Врачей в Мараше не было. Отчасти эту роль играли люди с некоторыми медицинскими знаниями и опытом, которым удавалось излечивать различные болезни древними методами лечения. К сожалению, многое из того прошлого опыта было утеряно и забыто. Однако, по словам старейшин Мараша, до недавнего времени в ряде семей имелись рукопоси под названием Хакимаран, в которых было много информации. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о новом этапе помощи людям, переживающим серьезный гуманитарный кризис в Арцахе после войны 2020 года. Лауреат премии «Аврора» 2021 года Жюлен Люсенш выбрал 13 проектов, которые получат призовые деньги и направят их на удовлетворение насущных потребностей местного населения. На данном этапе «Аврора» выделит 500 тысяч долларов на реализуемые в Арцахе проекты. 12 декабря 2021 года «Аврора» и представительство ООМ в Армении организовали в Ереване рождественскую ярмарку. Вся выручка от мероприятия около 25 тысяч долларов будет направлена на обеспечение продовольственной безопасности вынужденных переселенцев из Арцаха в зимний период. «Аврора» уже выделила более 1 миллиона 70 тысяч долларов США на поддержку 80 проектов в Арцахе и помогла 130 тысяч жителям в регионе. Жители общины СОС Мартунинского района Арцаха продолжают творить на своей земле, улучшая ее. Об этом сообщил глава общины СОС Унан Григорян. По его словам, название поселка с историей около 300 лет произошло от имени Платана. Унан Григорян описывает село СОС следующим образом. После 44-дневной арцахской войны семьи вынужденных переселенцев из Годрудского района поселились в селе и пользовались различной помощью, оказываемой перемещенным лицам. Сельская школа была построена недавно, учатся там 168 человек, семеро из которых – дети из семей вынужденных переселенцев. Касаясь занятости населения, Григорян сказал, что основным направлением является сельское хозяйство. Мусадак была и находится к юго-западу от священного города Антиохия с видом на Среднеземнее море. В его состав входили шесть основных армянских сел – Питиас, Хаджи, Хапилии, Егнулук, Хетерпек, Вагиф и Капуси. Подавляющее большинство жителей Мусадак были домовладельцами. Исследование, проведенное 11 июля 1939 года, выявило замечательные подробности о домах и полях. Исследование было, вероятно, заказано французами и народом Мусадак во время массовой эвакуации из района Санджак до 23 июля 1939 года для регистрации количества, размера и стоимости армянского недвижимого и движимого, а также денежного имущества. Из-за отсутствия сопроводительных объяснений или уточнений методологии, точность приведенных в исследовании цифр остаются под вопросом. Статья полностью доступна на нашем сайте. Зима охватила почти все сферы в Западной Армении. Небывалые холода в этом году приготовили свои неприятные сюрпризы и, по всей вероятности, будут продолжаться еще долго. В частности, из-за сильного снегопада и сильной метели закрыты дороги юго-восточных районов Западной Армении. В некоторых штатах, таких как Муш и Ван, закрыты некоторые общественные места и все учебные заведения. Дорожники ценой ежедневного тяжелого труда с помощью специальной техники расчищают от снега автомагистрали межпоселковые дороги, которые, однако, за короткое время вновь покрываются снегом. Власти призывают водителей быть бдительными и по возможности не садиться за руль при неблагоприятных погодных условиях. Выставка, названная в честь архива Ара Гюллера, разнообразной, прозванного «Око Стамбула», открывает публике мир знаменитых фотографий, сделанных фотографом в Константинопле. В экспозицию, подготовленную научно-исследовательским центром архива Ара Гюллера, вошли 58 различных черно-белых фотографий Константинопля, стамбульских слайдбоксов, архивных ящиков из квартиры Гюллера, фотоаппаратов, контактной печати 1950-х годов. На выставке представлена пишущая машинка, на которой Ара Гюллер писал рассказы в школьные годы. Об этом на своей странице в Фейсбук написал исследователь исторических материалов Хажак Сириканян. Армянские буквы на самой большой фреске в мире. Знаменитая фреска Джованни Батиста Теппола, считающаяся самой большой в мире, украшает дворец баварских епископов в средневековом немецком городе Вюрцбург. По мнению немецких ученых, не исключено, что старик с факелом и ручкой – это Месроп Маштоц, автор армянского алфавита. Что же касается самих букв, то следует отметить, что на росписи Тепполу их 43, на 7 больше, чем у Маштоца. Изображая армянский алфавит и его создатели, Теппола, возможно, хотел представить публике людей, которые первыми в мире приняли христианство. И в буквах скрыто тайное послание, которое, однако, до сих пор не раскрыто. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!